Вы не можете понимать, что смелости не хватает. Всем привет, друзья! Непонятно, в какой момент это случилось. Вдруг родители детей, которые сами когда-то были детьми, стали вести себя как быдло. Паркуются, где вздумаются, вторым, третьим, да хоть пятым рядом. А те случаи, где ученики доводят учителей, снимают на видео, и их родители активно начинают катать заявок, чтобы уволить преподавателя непонятно за что. И только лишь в редких случаях родители действительно пытаются бороться за правду. Против поборов в школе, плохого питания. И что тогда случается? Тогда они и их дети подвергаются гонениям со стороны других детей и родителей. Я так понимаю тех самых, которые паркуются, в том числе, как попало. Так кто в итоге терпил это? Здравствуйте. 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 Да-да-да. Вот машина. Вот сейчас еще, сейчас веселее будет. А? Сейчас веселее будет. Сейчас здесь три ряда будет. Все это надо составить. Может, курсанту объяснишь, что ему? Знак надо выставлять. Он все-таки. Ну да, но знак должен же выставить по ПДД. Что я говорю? Что у вас? Ну он должен. Аварийный знак не вонся. Все. Что? А то я буду выставить по ПДД. А то вы учите и должны как бы пример хороший подавать. А так получается. Оль, а как вот за детьми приходить, а? Ну, в другом месте парковаться. А где? Покажите пальчик. Покажите. В прошлый раз час здесь пытался проехать. Вот я за ребенком в больницу ехал. И я из-за того, что здесь вот три ряда напарковались. а она выше. Знаете, знаете, на чем ислкнутация? А если бы дети в безопасных ходили, с чего же? Ребенка! Ребенка в боль не... Знаете, я когда был маленьким ездил. Когда я была маленькая, когда мои дети были маленькие, я спокойненько ходил. А сейчас мы можем спокойно ходить? А сейчас сейчас я возьму ноут supe воров, да? Сейчас только детей. Сейчас просто скажите о ли лень просто три шага сделать. Да, конечно. Конечно. Никакие не лень. Как объяснить? Я припарковался вон там. Я вон там говорю, а как я припарковывался? Нет, в парковке. Ну я как там припарковался? Вы были около дворца спорта. Поднимаешься там. Раньше там были огромные площадки, где можно было остановиться. Сейчас там нормальная прогулочная зона. Я как-то без шефа там радуюсь. Нет, там нет шумаева. Ну смысл, ну дворец спорта где-то. Ну там спокойно ходишь. Ну по космонавтам. Где-то у вас прогулочная зона. Ну в смысле там вот тротуары нормальные. Раньше там все было, машины не забьют. Все тротуары, я пока с тобой помню. Я жил там на нижнем. А сейчас, чтобы на парковку поставить машину, один час 100 тенге, два часа 200 тенге, три часа 600 тенге. Нет, нет, три часа не что, три часа? Да я там работала, я ушла из аренды. Где, где? У меня во дворце спорта. У меня там была кладовочка на 15. У меня было 40 тысяч аренды, а сейчас 50. Да пошли вы кладовке, 50 тысяч я буду хватить. Я ушла оттуда. У меня не бизнес, у меня общественный фонд для детей. Ну все равно я считаю, что когда места все занимают, те, кто там чем-то занимается, получается, там человек, который приезжает туда за какими-то вещами, вот по дивану, я не работник. И получается, я не могу нигде припарковаться. Я думаю, где же мне припарковаться? А там все местные, все местные. Сейчас поехать нужно на парковку, бешеные деньги. А я там работаю, как я встану? Я что, у меня, я пенсионер. У меня встанавливаться запрещено. Ну вот документы дайте, пожалуйста. 18 сентября, да? Да, достаточно. Да, достаточно. Я вам еще раз вот, документы дам. Я должна на парковку. Я вам представлю, я вам, я вам скажу. Что за фонд? Сейчас фонд, честный фонд, где-то. Дальше. Просто на 27 стоить. Вы здесь тоже дежурить будете? Да, да, буду дежурить. Два часа? Может быть, да. А? Да, может быть. Вы еще убежите. От кого? После того, как сейчас оформят. А вы что хотите? Ну сейчас просто через два часа сюда приеду, смотри, сколько людей будет заберет. Я в прошлый раз к ребенку в больницу опоздал, за то, что здесь в три ряда напарковались. Да? Ну вы же сами сюда приехали за ребенком, правильно? Нет, нет. А зачем вы сюда приехали? Я вообще никогда здесь не паркуюсь. Зачем мне здесь парковаться в три ряда еще? Сейчас будет два-три ряда парковаться. А что же ребенок, правильно? Я говорю, в больницу опоздал, за то, что здесь в три ряда напарковались. А вы откуда вообще? Представьтесь, пожалуйста. А вам какая разница? Антон меня зовут. Можно ваши документы? Нет, нельзя. Почему нельзя? Представьтесь, вы на каком основании снимаете? Меня Антон зовут. Антон меня зовут. Документы покажите, пожалуйста. Почему он должен показывать? Представьте его, наверное, как. Антон меня зовут. Ну что, что? Маля как вас зовут? Может, вас не Антон зовут? А какая вам разница? Ну как, а что вы сюда пришли снимать? Снимаешь, что вот нарушение? Самозвание знает. Да? А вы, может, самозвание знает. Давайте, мы сейчас два часа здесь постоим. Будете стоять со мной? Буду, буду. Час. Хотя бы час. Можете на ютуб-канал зайти, посмотреть. Там не часа, не два стояло, а больше стояло. Может, со мной проедемся сейчас вокруг школы? И вы будете вот это все снимать. А потом сюда приедем обратно. Зайдите на ютуб-канал. А? На ютуб-канал. Вы не можете, понимаете, смелости не хватает. Зайдите на ютуб-канал. Зачем мне заходить? Ты даже представиться не можешь. Я говорю, меня Антон зовут. Антон. Может, и Сергей, а какая разница, как тебя зовут? Ты представься. Если нет какой разницы, смысл. Документы есть какие-нибудь? Можете предоставить? В каком основании снимать? Вообще, имеете ли право снять? Да, имею. Зайдите в суд, если не имею. Да вы сейчас уедете, вас потом мещи, я же знаю. Я говорю, зайдите на ютуб-канал. Мне там легко найдется. Вон, брат, вреди сны. Это не очень-то. Именно здесь уничтожены. Нет, это находится все. Если вы сейчас должны. – Вeletsя, вы думаете? Вот это дистанция. Да. Вот... Монкадер, скажите, если я спрашиваю, что я говорю, что она удастся. Она никогда не выходит все. Пятая часть, да? Пятая часть? Пятая часть, да? Нет, повторно. Пятая часть, да? Ну да, сейчас она подойдет за дочкой. Сейчас надо штраф оставить, парковка запрещена. А тут больше негде ставить, а детей как-то забирать надо? Нет, я все понимаю, но у нас в разрешенном месте парковаться. Она сейчас с дочкой подойдет, забирает за дочкой. Я все понимаю, но видите, от перекрестка у вас уже не стоит. От перекрестка 30 метров парковаться нельзя. Пост идет в зону действия знака 327. Здесь остановка стояка запрещена, здесь знак стоит, желтая, ой, разметка 1,4. Это непонятно, но только вечером ты приезжаешь, собираешь детей. Я все понимаю, по улице Жбек-Жонок, в принципе, можно парковочные места найти, либо в том направлении, либо в том направлении. Скажите, пожалуйста, на каком основании видео снимаете вот ситуацию? На основании, если можно рассказать, какая арка. И нарушение. У вас есть дети? Вот я в прошлый раз в больнице опоздал, чтобы здесь в три ряда напарковались. Да? Ну, в три ряда давайте лучше проблемы решать по-другому, да? Да, вот сейчас протокол составят. Нет, это не решение. Вы разнесете, что здесь парковаться. Нет, это не решение же этого. У каждой школы в три ряда парковаться. У каждой. Это три ряда, я понимаю, если в один ряд. Это что, проблема? Пока, пока, потому что мы приехали полицейские, все боятся уже в три ряда здесь встать. Это вот один ряд что-то проблему, что ли? Нет, нет, это сейчас в один ряд. Вы алматинец, да? Да, да, я коренного алматинец. Вы близко, коренного алматинец. Да. Вместо того, чтобы решать проблему, давайте решить проблему. Это условие должно быть. Давайте отписываем на Вакимат. Сделаем, чтобы возле журнала... Давайте подписка сюда в группу по-эсбуке. Ну вот это другое дело. А так, чтобы снимать, чтобы с детьми... Вот тут здесь... Нет, сейчас протоколы составят в любом случае, потому что не буду смотря на протоколы. Нет, я не говорю, что протокол. А решать проблему обязательно надо. Решать проблему обязательно надо в окружении школы. Давайте к нам в группу вступайте. В окружении школы. Гражданский патруль у нас группа называется. У нас есть еще группа реформа МВД. Мы все сотрудничаем, создаем грамотную петицию. Что-нибудь придумаем. Да, вот так надо решать проблему. Мы этим и занимаемся. Мы снимаем на видео, потому что люди... У вас решение есть хотя бы на это? Нет, у нас есть решение, ну понимаете, вот допустим, решение на ЖДЛ-МОТ-2. Знаете какое? Да. Там есть многоуровневая портовка. Да. Видели, чтобы никто не использовался? Нет, потому что она не пользуется, наверное. А, многоуровневая, это вы не имеете напротив которой, да? ЖДЛ-2. Нет, нет, это ее не пользуются, я понимаю. Все? Дай мне сюда. Вы видите, с ребенком выбежали. Вот, да. Как вы понимаете это? Как вы понимаете это? У вас есть дети? У вас все равно будут дети, у вас будут дети. Я говорю еще раз, я говорю, ехал в больницу за ребенком. Нет. С того, что здесь три вида на протоколах. Надо наказать в три вида, а не так задавать в один ряд. Нет, сейчас. Убрать надо знак. Сейчас, смотрите, кто здесь, нет, зачем его убирать и нахуй? Ну почему? Условия должны быть возле школы, дети как будут забирать? У меня, у меня, знаете, две дочки учатся. Первый класс, второй класс. Я вообще не понимаю проблем с ребенком чуть дальше. Нет, как, вот смотрите, как вообще забрать? Там я припарковался, чтобы помочь. Где, где? Вот там. Где? Вот мне тоже парковки даже. Там я даже припарковался, пришел сюда, по штампу, все. Нет. Все хотят шаговой доступности. Поэтому многоуровневая парковка, она же Д-два пустая. Нет, я понимаю, что. Я понимаю, вот они. Сделали платные. Возьмите за Маметово, там два ряда, один ряд, я вам просто скажу, если вы хорошо разбираетесь, Маметово, не доезжая к Фурману, второго Фурманово, возьмите, да? Пласс, сделали платную парковку, платную парковку. Один ряд оставили, один ряд платную. Это вообще решение, вот этот проблем, я считаю. Я, а вы просто принципиально, вот просто из-за того, что опоздали здесь, сидите вот в такой, это ваша амбиция личная. Нет, это не амбиция, я считаю. Это ваша личная амбиция. Это ваша алчность, эгоизм. А, это значит, я здесь, нет, подождите, вы паркуетесь с нарушением, а я алчный эгоист. Да, это ваша личная амбиция вообще. Все понятно. Так решать будем с парковками? Или вы только поговорить? Не хотите, да, решать? Мне говорят, только стояк запрещен. Остановка стоит. Где остановка? Все, да. Остановка стоит. И вот. Остановка стоит. Размет желтой линии. Зачем людей портить? А кто их портит? Как я испортил людей? Ну ты же хочешь. А как я их испортил? Куда машину поставить? Ты лучше. А в Акимат обращайся. А вы, это, представитель Акимата? Причем ты представитель Акимата? А почему вы не обращаетесь в Акимат? Вы же, вот всех. Нет, вы же нарушаете. Нарушаете вы, а я должен идти в Акимат. Обращайтесь к ним. Вы же общественные. А, то есть вы будете нарушать, а я буду в Акимат за вас лепить. Нет, я говорю, почему я должен идти в Акимат, а не вы? А ты что, представитель правых органов, что ли? Мне не нравится здесь парковка с нарушением. Что ты урод, блядь? Что за языком следите, уважаемые? Уважаемые, вы что сейчас сказали? На лаг тебе наказать, да, боюсь. Как вы меня назвали, уважаемый? Идите сюда. Верующий нашелся. Представляете? Вот надо писать не для тех, кто здесь стоит. Так, так, так. А почему я должен писать, а не вы? А не вы? Вы же вот здесь нарушаете, а я должен писать за что? Вы... Я не расслышал. Не зачем хамить. Я же нормально разговариваю, пытаюсь узнать вот ваше мнение. Кто должен писать в Акимат? Я или вы? Школа не должна писать. Они не обязаны представлять, что вы что-то писали. В их обязанности не ходят. Они обязаны учить детей. Нет у нас такой программы по предоставлению... А это вот для Акимата пишите в ЦАД? В том числе это. А? В том числе, да. Пожалуйста, пишите. Может, отреагируют так? А? Может быть, отреагируют? Может быть, а может быть и нет. Ну, вы же, я так поняла... Я была на голову, понимаете? Да, я хочу, чтобы здесь не было пробок из этого. Это у каждой школы происходит, вы знаете. Это у каждой школы происходит, вы знаете. Я могу каждый день так бежурить. Да, да, вот я хочу. Я хочу. Особенно 1 сентября и 25 мая. Вот 2 мая, да. Посмотрим, сколько заработаете. В смысле? Чего я заработаю? Ну-ка, расскажите мне. Ну, вот, бюджету, сколько денег заработаете. А, бюджету заработаете. Да. И посчитайте, сколько заработаете. Может, премию дадут. А, бухгалтерию мне еще раз. Знаете, мне там такое премию дадут, еще раз дадут. Дадут. Есть закон же. Вы что, не читали этот закон? Так, так, так. Вот почитайте закон. Какой закон? Расскажите мне. Я не буду рассказывать. Мне просто интересно, где вы берете эти законы. Есть закон за доносы, деньги платят сейчас. А, за доносы, да? Значит, я еще и доносчик. Вы не доносчик, но вы порядок приводите. Вам за этот день не будет платить. А вы знаете, что такого закона нет? И не будет никого? Знаете, что это просто фейк-фейк-ньюс? Вы просто фейк бросили? Ну, я не знаю. Я вам рассказываю, что читала. Вы просто сейчас дезинформацией рассказываете, почему нет. Знаете, вайнеры наснимали вот этого, и теперь все думают, что кому-то за что-то платят. Я не знаю. Я вам говорю информацию, что я мечтала. Я вам говорю, это неправильная информация. Она неофициальная. Просто кто-то написал, кому-то пришла гениальная идея. В бюджет денег заработаете. Ну, мне все равно бюджет денег. В бюджет денег заработаете. Тогда давайте, может, толкнем человека вниз. Ну, просто нам как бы нельзя на перекрызке задом сдавать. Но если при присутствии в полиции, можно отступить. Так, тормози, тормози. Мы сейчас. Сейчас мы назад дадим еще. Ровно позадим, что? Ага. Сейчас мы два часа здесь постоим. Будете стоять со мной? Буду, буду. Сейчас. 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 Продолжение следует...